добрый вечер гомель сегодня пятница как обычно в это время недели мы все с нетерпением ждем выходных дней конечно же хотим каких-то новых впечатлений самое главное отдохнуть набраться сил тем более что весна уже согласитесь вступает свои права по полной программе ну а значит кто-то из нас собирается на дачу кого-то в планах уборка ну а кто-то просто мечтает поверьте выспаться в любом случае вот согласитесь за этими вот житейскими делами мы порой забываем что выходные дни это все-таки еще и время ну скажем так для культурного досуга и вот наша программа и гости в студии помогут вам сегодня найти дорогие друзья увлекательное занятие по душе на эту субботу и воскресенье так как же интересно провести выходные дни нам очень интересно ваше мнение ваши варианты отдыха поэтому ждем ваших телефонных звонков студии 34 22 43 телефон прямого эфира также можете написать свое сообщение в вайбере но а пока вы пытаетесь дозвониться или написать мы строим план на выходные дни вместе с известными гомельчанами так то что сегодня сегодня это дмитрий нилов поэт переводчик автор исполнитель песен и руководитель народного любительского коллектива арт кафе на ирининской добрый вечер добрый ну и конечно же рядом с дмитрием сергей стариков поэт композитор автор исполнитель активный участник арт кафе и кстати если не ошибаюсь оба члены международного союза писателей мастеров искусств добрый вечер добрый во первых спасибо большое что вы нашли время в пятницу вот для наших зрителей это всегда очень ценит наша зрительская аудитория телеканала беларусь 4 ну и вот самого начала как увидела сегодня скажем так за кулисами дмитрия все хотел спросить правда ли что вы действительно дмитрий пародируете известных политических деятелей и известных артистов ну вы знаете это наверное пошло немножко с детства да немного было когда в кругу семьи до собирались изображали микрофон вы пародировали маму папу наверно да наверно многие наши артисты так начинали скажем так ну если пробовать то наверное попробую так в легком варианте спародировать известную очень известную певицу вот это опасный номер ну вот что то вроде я думаю что сразу с моим прононсом соответствующим весенним из да начинайте же попыткой вокала узнают наши зрители эту певицу замечательно через годы через расстояние песни ты не скажешь до свидания а невестки песня не прощает конечно конечно это во первых женщину да так спародировали а вообще вы кто больше пародисты артисты поэт или все-таки руководители вот такого известного творческого пространства кто вот как для себя всегда сложно мне себя в какую-то сферу было скажем так вогнать в какой-то формат да но начинал начинал с квн начинал с веселого поэтому наверное оттуда может быть какие-то зачатки и пошли а прежде всего конечно считаю себя творческим человеком во многих наверно гранях еще даже наверное до конца не открыл да как вот вот интересно слушать это впереди да ребят ну скажет какие у вас планы на выходные дни и вот сергей не очень интересно как вы обычно предпочитаете отдыхать но уже не все получается на это ваше большое желание отдыхать это редко получается потому что все равно большинство мероприятий приходят выходные ну вот прошло выходные мне удалось мы съездили дочь санатории и мы съездили такой роад трип совершили в санатории посмотрели там как распускаются дети дети распускаются здорово еще прохладно обещала что это автор исполнители поэты переводчики они внутри там очень активную жизнь ведут на улице еще было прохладно но все равно очень здорово организована программа к ним приезжают аниматоры делаются музыкально-поэтические хорошо а вот на эти выходные какие планы вот завтра после завтра этих выходных работа к сожалению то есть воскресенье выходной день а в субботу мы работаем проект который мы будем рассказывать чуть позже я там работа звукорежиссер дима скажите какие у вас планы на субботу воскресенье это примерно в субботу вы вместе будете работать и получать от этого огромное удовольствие а воскресенье может быть это блинчики воскресные воскресенье поездки наверное это будет все таки больше связано с домом потому что иногда выходные такие что ну вот как художник невозможно себя там нарисовать да в доме собственно говоря вот ну а конечно это прогулка если позволит погода это прогулка с моим любимым псом я думала знаете как то я думала все будет не так пафосно дорогие друзья я думала будет там воскресенье суббота там прибивание полочек воскресенье там попросить квартиру помочь супруге не без этого не без этого с этого и надо начинать знать как это интересно всегда вот такие вот мелочи а в чечерске давно вообще были не планируете в эти выходные пару лет назад я бы наверно больше проездом но мы знаем даже почетного гражданина чечерского вы знаете мне кажется в эти выходные не только нам с вами но и всем нашим телезрителям можно отправиться в чечерс дело в том что там открылась дорогие друзья необычная выставка продажа в чечерском историко-этнографическом музее вот просто представьте прямо в чечерской ратуше сегодня можно увидеть аналоги слуцких поясов и вы знаете даже купить их на выставке представлены различные льняные изделия этой слуцкой фабрики народных промыслов кстати слуцкие пояса ведь на самом деле мне кажется уникальный бренд нашей страны и он имеет действительно очень интересную историю вот всем известно да в конце 18 века этот пояс был главным атрибутом вот этих вот наших вот шляхтичей их гардероба он указываю на родословную даже на состоянии кошелька и вообще как известно на изготовление одного такого вот пояса наших предков уходило от 200 до 800 граммов драгоценных металлов а длина представляете длина длина таких тканных изделий составляла от 3 до 5 метров дорогие друзья я очень надеюсь что вы помните кто автор кто белорусский поэт который воспел слуцкие пояса в своем стихотворении слуцкие ткачихи это вопрос нашего конкурса 34 22 43 мы ждем ваши варианты ответа напомню какой белорусский поэт воспел слуцкие пояса в своем стихотворении что же мы сегодня разыгрываем сборник стихов я знаю принесли наши гости для победителя расскажите покажите что это за сборник это даже Это песенник. Здесь слова песен и ноты. Он будет также полезен и для тех молодых ребят среднего возраста, кто занимается музыкой. Это песенник на стихи гомельских поэтов. Это вообще очень удивительно. В одной книге собраны стихи гомельских поэтов. Люблю такие издания. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, вы там даже оставите свой автограф победителя. Да, сделали его в Курске. Соавтор – это Елена Ивановна Костенко, наш самодеятельный композитор, участник коллектива. Замечательная. Ну что ж, дорогие друзья, 34-22-43. Вас ждет вот такой вот замечательный приз. Просто надо назвать имя известного белорусского поэта, который воспел слудские пояса в своем стихотворении. Кстати, помните это стихотворение? Конечно. «Од родных... О!» «От родных нил, от родной хаты, Убанский двор делят красы, Яны без дон, я взятый, Ткать золотые поясы...» «А интрига в чем?» «Сплошная импровизация!» «Идрига в том, что мужчины все-таки ткали слудские поясы.» «И ткали, и носили в основном. А знаете, сколько настоящих слудских поясов сегодня находится в музеях Беларуси? Вы просто угадать можете, нет?» «300». «А на самом деле всего 12. Настолько это уникальное издание. И, кстати, был приобретен последний для слудского краеведческого музея, дорогие друзья, в этом году. А вот стоимость этого раритета, представьте просто, назовите какой-то предел. Я сама удивилась, как бы узнала. «В тысячах долларов». «В тысячах долларов». «В 90. 90. Вот последний, да, 90 тысяч долларов. Вот настолько вот действительно роскошные эти вещи. Конечно, наверное, каждая белорусская семья хотела бы иметь такую вот интересную, скажем так, белорусский бренд у себя дома. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что каждую пятницу Добрый вечер Гомель строит планы на выходные в прямом эфире. Сегодня мы делаем это вот вместе с Сергеем Стариковым и Дмитрием Ниловым, так что присоединяйтесь к нам по телефону в студии Левайбере. Ну что ж, вчера все отмечали Всемирный день поэзии. Вот расскажите, как вы, все-таки вы известные авторы, как вы, скажем так, примкнули к этому важному событию дате? Мы прекрасно отметили День поэзии. К нам приезжали замечательные гости из города Гродно и города Минска. Вот Татьяна Шейна, поэтесса, она подарила нам, презентовала книгу «Свои будни аптекантропа». Это прозаическая книга. И чита Соловьевых, Павла и Татьяны. Наши зрители были просто шокированы такого уровня программой. Я вот хотела спросить, Дмитрий, может прочтете нам что-нибудь из своих сочинений? Вот прямо сейчас, в прямом эфире для наших зрителей. Ну, я думаю, что сейчас уже практически наступает полноценная весна. Это время каких-то романтических флюидов, это время встреч на свежем воздухе, это время поэзии. Вот недаром же, наверное, Всемирный день поэзии отмечается именно 21 марта. Хотел бы прочитать свое стихотворение. Я думаю, что вот все эти темы, раскрытые мной до этого, в нем. И, конечно же, о творчестве. Зарифмовав прекрасное однажды по весне, Я радость утром ясным Тебе прислал в письме. И хоть писал я с робостью, Но был в душе восторг, Еще немножко гордости, Так чувств сдержать не смог. Если грусть нечаянно Коснется строк моих, Ты не казни отчаянием Мой неокрепший стих. Быть может, станет признанным Мой почерк из письма, Реликвии вновь изданной И дорогой весьма. Я заслушалась. Я бы еще что-нибудь послушала. Вот ограниченное время эфира, хочется много рассказать. Спасибо. Спасибо. Это действительно очень интересно. Кстати, а вы не участвуете завтра в фестивале интеллектуальной книги про Дмова? Нет? Не будете там читать ваши стихи, презентовать книги? Я думаю, что мы каким-то образом поучаствуем. Это очень интересный фестиваль. Тем более, что оказалось, что приезжает человек, с которым мы познакомились в ноябре прошлого года. Когда был второй межрегиональный форум, наши коллеги делали, Минское областное отделение союза писателей, делало в Минске второй форум молодых писателей. Вот они нас собирают. Гродненская, Минская, Игоневская областей. И они делали это все, практически всю программу в музей Богдановича в Минске. И вот директор музея Богдановича, Михаил Барановский, приезжает, оказывается, презентует книгу у нас. То есть завтра на этом мероприятии? Да, в рамках этого фестиваля. Ну что ж, тогда стоит рассказать нашим зрителям. Дорогие друзья, завтра в Гомеле, в просторе «Воздух» на Советской Ай-1 пройдет фестиваль интеллектуальной книги про Дмова. Так что, дорогие друзья, вот у каждого из вас есть вот такая вот уникальная возможность провести завтрашний субботний день в компании писателей, музыкантов и других творческих личностей нашего времени. Кстати, на фестивале планируется литературное путешествие, мастер-классы, презентация книг, и, что очень важно, вход свободный. Так что завтра в течение дня с 11 утра и до 9 вечера вот можно вот так приобщиться, скажем так, к фестивалю интеллектуальной книги. А сейчас у нас на связи телезритель, который хочет поучаствовать в нашем конкурсе. Напомню для всех, разыгрываем сборник песен гомельских авторов. И вопрос конкурса звучит так. Какой белорусский поэт воспел слудские пояса в своем стихотворении? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна. Ну, вы же знаете, да, что такое слудские пояса, и вот мы тут уже сегодня и спели, и прочитали об этом. Конечно, конечно. И стихотворение тоже знаете. Ну, так вы без ошибки должны назвать автора. Ну, конечно. Одродных нил, одродные хаты, упанский двор, деля красы, яны бездольные узяты, ткать золотые поясы. Конечно, это Максим Богданович. Спасибо. Вы знаете, вот у меня вот прям, да, вот мурашки. Вот настолько человек красиво проникновенный в прямом эфире. Вот нас еще раз, да, вот окунул в творчество нашего такого замечательного поэта, как Максим Богданович. Спасибо. Вот это, покажите, Дмитрий, вот этот приз достается вам. Спасибо большое. Если вы еще на связи, может, подскажете, Анна, какие у вас планы на выходные дни? Анна, да, Анна уже пошла готовиться к выходным. Спасибо большое за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире добрый вечер, Гомель. И, кстати, вот возвращаясь вот к событию, к этому фестивалю интеллектуальной книги, где вот собирается вся такая творческая, скажем, элита, интеллигенция. И это все для зрителей, это все для гомельчан. Вам не кажется, что довольно необычное мероприятие для сегодняшнего века информационных технологий? Как считаете? Нет, часто проводятся такие мероприятия. Там в этот раз замечательный автор Владимир Ступинский. Да. Наш земляк, замечательный поэт. Поэт в Гомельске. То есть вполне нормальное явление, когда люди забывают смартфоны и просто вот так вот на сегодня с вами… А, не забывают. Некоторые читают со смартфонов. Вот, да. Сейчас тенденция такая на поэтических фестивалях больших. И вот в Витебске, в Гродно там люди не стесняются брать планшеты и смартфоны. А что стесняться-то? Это хорошо, когда такие формы пересекаются. То есть раньше стеснялись, сейчас не стесняются. В творческих целях очень иногда эффективные. Это лучше, чем листочки. Листочки суршат. Листочки-то как-то ближе все еще. Да, еще ближе. Бумажные, наверное, да? Кстати, Дмитрий, скажите, вот есть в вашей биографии сотрудничества с композиторами? Часто ли ваши стихи становятся песнями? Бывает такое? Вы знаете, несколько лет назад посчастливилось сначала познакомиться, потом, на мое удивление, даже посотрудничать творчески с такими замечательными авторами-исполнителями, артистами белорусской эстрады, как Альберт Скороход и Дмитрий Смольский. И с Альбертом мы написали несколько демоверсий песен, которые, в принципе, стали такой уже, можно сказать, визитной карточкой без ложной скромности. В последнее время я очень часто вижу вас на творческих вечерах и интересных проектах вместе с Сергеем. У вас такой творческий тандем какой-то получается. Я знаю, что сегодня вы готовы для наших зрителей что-то спеть. Да? Да. Как раз таки песню на стихи. Как раз песня на мои стихи, а демоверсию записал музыки Альберт Скороход. Не спеши. Не читай ее всю, не спеши Приоткрыть твою тайную дверцу И остаться за ней разреши Не спеши. Здесь найду для души переливы И весну, что в объятиях твоих И любви нашей крепкой мотивы, Из которых рождается стих Не спеши. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Эта сказка написана сердцем. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Не читай ее всю, не спеши. Согревать буду нежно и кротко Средь скрипучих морозов тепло. Летом ждет на причале нас лодка, На которой с тобой уплывем. Не читай ее всю, не спеши. Приоткрыть твою тайную дверцу И остаться за ней разреши. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Эта сказка написана сердцем. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Не читай ее всю. Не спеши. Не спеши. Не читай ее всю. Не спеши. Не спеши. Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир. Напоминаю, что каждую пятницу, добрый вечер, Гомель строит планы на выходные дни. Вот сегодня мы это делаем с Дмитрием Миловым и Сергеем Стариковым. Так что очень ждем ваших телефонных звонков. Делитесь своими планами на субботу и воскресенье. Телефон в студии 3422-43. У нас есть также Viber. Обязательно участвуйте в нашем конкурсе. У нас есть еще один интересный приз. Это диск, который принес сегодня Сергей с Дмитрием. Расскажите, Дмитрий, покажите, что это такое. Объясните, что внутри. Это авторский диск Сергея Старикова. Называется «Древо жизни». Я тоже такое хочу, Сергей. Здесь интересным образом подобраны песни. Они подобраны не в цифровом варианте, а в варианте месяца. Каждый месяц это песня. И она ассоциируется с каждым месяцем. С января по декабрь. А что там у нас на март записано? В марте у нас... Селтик. Кельтские песни. То, что... Весна, пробуждение, то, что надо. Замечательно. Вообще, дорогие друзья, замечательный приз. 3422-43. Поверьте, выиграть его очень просто. Надо ответить на вопрос конкурса. На каком музыкальном инструменте всего... Дорогие друзья, всего три струны. Три. На самом деле, мне кажется, ответ на этот вопрос знает каждый. Итак, 3422-43. Разыгрываем уникальный диск от Сергея Старикова. И дальше, конечно же, уже давно пора поговорить про народный коллектив арт-кафе на Ирининской, который вот в эти дни готовится к юбилею. Вообще, такой юбилейный год. Дело в том, что 15 лет назад в Гомеле появилась эта вот литературно-музыкальная гостиная, которая вот за эти годы превратилась в такой масштабный, очень масштабный творческий проект. Да, в общем-то, что я говорю, я думаю, лучше всего об этом вот расскажет Дмитрий Сергей. Что такое арт-кафе на Ирининской сегодня? Вот расскажите, ребята. Ну, в целом, если сейчас говорить о нашем коллективе, то это большой творческий разножанровый, прежде всего, коллектив. Родился он 15 лет назад основательницей и инициатором, вот в который раз, повторяю, с особой гордостью его, была наша коллега, актриса театра и кино Светлана Степановна Михалькова, которая по сей день с нами трудится. Вот. Что можно сказать? Начиналось все с литературной гостиной, которая объединила творческую интеллигенцию в городском центре культуры. И сегодня это все превратилось в интересные проекты, интересные встречи, да? Мне кажется, это место, где объединяются все творческие люди. Это уже даже не место. Это уже пространство. Формация. Формация. Формация, да. Да, можно сказать, формация, которая объединена не только в рамках, скажем, городского центра культуры, но это, прежде всего, база. Вот. Но она уже перешла на, скажем так, международный творческий уровень. И везде, вот, в локациях где-то этой информации, и нас ждут, и мы ждем гостей. Насколько, вот как вы считаете, откровенно только, насколько вообще востребована такая форма сегодня? Или все-таки она еще требует какого-то толчка и развития, чтобы привлекать вот к себе молодых авторов, и внимание вообще зрительской какой-то аудитории? Ну, вы знаете, все происходит в развитии, открываются арт-пространства, и, в принципе, подобные форматы, они сейчас актуальны, вот с чего мы начинали. Это, прежде всего, общение за чашкой чая. Вот тоже сейчас происходит и в библиотеках, и мы... То, что происходит сейчас и в нашей студии, дорогие друзья. Да. Мне кажется, то, что происходит обычно вечерами на каждой кухне, это, наверное, действительно очень интересная форма и форматка. Но сейчас арт-кафе это намного шире, во-первых, даже по участникам, там ведь не только авторы стихов, там авторы-исполнители песен, там художники, там фотохудожники. Вот на эту тему хочу спросить, вот мне всегда любопытно, ведь сегодня это площадка, да, где может, в принципе, раскрыться каждый молодой автор, музыкальный коллектив какой-то. А кто выбирает? Кто выбирает? Кому можно прийти туда? Вот вы выбираете, Дмитрий, как руководитель? Или там комиссия у вас какая-то есть? Сергей, вот только честно, как вот молодому автору прийти и стать... Открыть все карты? Да. Как вот действительно, вот нас смотрят молодые ребята, которые хотели бы, наверное, тоже попробовать свои силы. Есть какой-то отбор вообще, или... Ну, Дмитрий очень лояльный руководитель, и он всегда советуется с мнением Светланы Степановны, и... Абсолютно. Она человек высокого вкуса, и поэтому может себе позволить... Хорошо, давайте так по-другому задам вопрос. Легко ли сегодня попасть в арт-кафе и выступить вот на ваших сценах, в ваших проектах поучаствовать? Ну, так как мы лояльны все-таки, и так как мы, прежде всего, самодеятельный коллектив, то это и подразумевает, что, в принципе, наши двери открыты для любого самодеятельного автора. Есть у нас и члены творческих союзов в составе. А кто-нибудь вот произвел из молодых яркое какое-нибудь впечатление в последнее время лично на вас? Да, да, очень сильное. Вот, в частности, Андрей Баранов, чтец, он довольно известен в Гомеле уже, да. Сейчас буквально вот он даже нам привел девочку, которая его сокурсница, она пишет романы. Вот, да. Может, именно зовете, раз она интересна как-то? Или еще рано? Ну, еще не так близко то на камере. Ясно. Это Наталья, да, Наталья. Ну, она только вот вливается еще к нам, да. А потом очень интересные были у нас встречи, они сейчас тоже посещают наши мероприятия. Ну, в частности, такой брутальный человек рокового стиля. Так, кто? Наш большой друг Вячеслав Кизин. Так. Сейчас у него авторский псевдоним Недеза. Вот. Также… То есть это все вот, скажем так, имена, которые, в принципе, открываются… Да. Анна Прискурил, кстати, внучка Елена Ивановна Костенко, очень талантливая девушка. Она занимается сейчас у Анастасии Витебской в вокальной студии. Большим делом занимаетесь, товарищи, как говорили раньше, да. Ну, что ж, обязательно поговорим сейчас и про юбилейное мероприятие, которое готовит Аркафе. Но вначале, дорогие друзья, хотелось бы… Ребята, вот знаете, обратите внимание, что у нас для вас есть все-таки небольшой сюрприз. Я знаю, что Аркафе на Иринской поддерживает творческие отношения со многими поэтами, музыкантами в самых разных странах. И сегодня вот мне подсказывают, что у нас на связи ваши друзья. Это участники Международного переводческого стихотворного проекта и одномерного фестиваля «Берега дружбы», который проходит, да, в Ростовской области. Дорогие друзья, это две молодые очаровательные поэтессы из Краснодарского края, которые вот очень хотят приехать на ваш юбилейный концерт. Итак, Ольга Звягина и Марина Бодолян. Вот прямо сейчас у нас на телефонной связи. Узнаем, когда их ждать в гости. Ольга, Марина, добрый вечер. Краснодарский край далеко, но нас услышат, наверное, все-таки. Ольга, Марина, вы нас слышите? Добрый вечер. Ольга, мне подсказывают, что все-таки на связи будет только Ольга. 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 Ольга, это программа «Добрый вечер. Гомель». Беларусь вас беспокоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, мы очень рады слышать вас сейчас на белорусском телевидении. Скажите, пожалуйста, вот у нас в гостях вот Сергей Стариков, Дмитрий Нилов сегодня в прямом эфире. Очень мы интересуемся, когда вы планируете приехать в Гомель? К сожалению, вас очень плохо слышно. Ольга. Пскажите нам, пожалуйста, когда вы планируете приехать в Гомель? Алло? Ольга, нас не слышит. Давайте мы попробуем еще раз, может быть, связаться ей, перезвонить, вдруг получше. Вась, к сожалению, практически совершенно не слышно. Ольга, передайте нам хотя бы привет. А, стих… Да, сейчас, прочитаю вам стих на белорусском. Давайте, хоть так. Это перевод стихотворения Елены Болсон. Я его переводила, но вот вам я его прочитаю на белорусском. Живи, чаго, кто не каштовала, Ты ведаешь, верь мне мало, У нас засталось оден. Молись, и хай не чуют, У вечную ночь глухую, Так близко от твой вечный сон. Ольга, спасибо вам большое. Очень жаль, что вы нас не слышите. Мы хотели столько много у вас интересного спросить, но, понятное дело, в телефонная связь, в любом случае, вдруг до вас доносятся наши слова. Мы вам желаем хорошего вечера и всегда с нетерпением ждем в Гомеле. Спасибо. Ну что ж, Дмитрий, сюрприз удался. Но я так понимаю, что девчонки приглашены на ваши ювелирные мероприятия, да? Да, абсолютно верно. Как вы вообще с ними познакомились, расскажите. Ну, вообще, фестиваль этот самый, фестиваль национальной культуры, то, что происходит в Ростовской области. Это сейчас большой бум, стихотворный бум, переводческий бум. Этот фестиваль уже, конкурс именно стихотворных переводов будет четвертым в этом году. Ну, я знаю, что там участвует очень много белорусских авторов, и, по-моему, организовала его тоже. Да, организатор, наш поэт, член Союза писателей Белоруссии и России, Леонид Юрьевич Север, который родом из Гомеля. Вот, что самое любопытное в этом фестивале. И в прошлом году этот фестиваль из 278 работ, присланных на соискание премии лучшего культурного события Российской Федерации, стал победителем за прошлый год. Как девушки Ольга и Марина вдруг оказались в числе ваших поклонниц и ваших друзей? Мы не знаем, это для нас до сих пор... Это они должны сказать. Да, они скорее скажут лучше. Я думаю, понравились песни под гитару и совместно песню. Вот, но факт тот, что мы очень сдружились, там ведь были не только из многих регионов России, там еще и Украина, и наши многие были. Белоруссия. Вот, а во втором фестивале мы вообще целые делегации и арт-кафе отправились, вот туда, молодой. Поэтому фестиваль очень престижный. Очень удивительно, что сегодня очень популярно переводить. Вот мне нравится, что переводят сегодня везде на белорусский язык, да? Я знаю, что Сергей вообще Старикова и Стинга переводит на белорусский язык. Нет, на русский. На русский. А, на русский? Ну так у вас сейчас и перейти, да? Но это все пошло у Сергея именно после берегов дружбы. Да, уже с Стингом я селезал на берега, потом расширил. То есть молодые заражаются творчеством в хорошем смысле, да? И начинают уже экспериментировать. Нет, здорово, вот девушки в Краснодарском крае, слушайте, все на белорусский перевести, отлично. В этом гениальность этого события. И вот девушки приедут. А Марина, она с испанского, по-моему, переводит? А Марина переводит, так как она армянка по народности, да? С армянского на испанский. Еще была девушка с якутского на какой? На белорусский? С якутского на белорусский переводила. География расширяется. В этом году, по-моему, если не ошибаюсь, Азербайджан присоединяется. А в прошлом году в жюри была девушка-поэтесса из Боснии и Герцеговины. Хорошо, давайте мы с вами сейчас вернемся к нашим юбилейным мероприятиям. Итак, 15 лет арт-кафе. Когда вы начинаете принимать поздравления и до какого периода, скажем так? Так, год-то юбилейный, но я, по-моему, знаю, в апреле у вас планировалось. Я думаю, что мы уже начнем принимать поздравления с 1 апреля. 1 апреля никому не верим. У нас даже как-то проект, Сергей, он был такой совместный. Нам 70, когда нам было по 35, мы сделали концерты. Было по 35. Это в вашем духе, молодой. Еще у мамы день рождения у моей, так что... Значит, что будет? У многих наших авторов день рождения 1 апреля, поэтому мы так и стартуем. Даже неудивительно, да. Стартуем. Дмитрий, ну расскажите серьезно, а что будет вообще? Какие юбилейные мероприятия ждут? Когда концерт состоится главный? К чему готовится? Я думаю, что главный концерт состоится обязательно. Он состоится в конце года. Мы решили так. Ну а в течение года, юбилейный год мы заполним, естественно, фестивалями, естественно, мероприятиями в городском центре культуры. Естественно, мы будем принимать, как вот и девушек с 28 по 31 марта в ГЦК прежде всего, у себя на нашей базе. Вот. И потом отправимся там, где их очень ждут и хотят видеть наши участники берегов дружбы также. Ну а дальше это фестивали. Вот сейчас с нами связались Костюковичи, мы являемся в третий раз уже, наверное, будем участниками престижного межрегионального фестиваля поэзии и песни «Письменков Лук». Он проходит в Костюковичи, Могилевской области. Вот. Также Сергей, так как он ближе к авторской песне, всегда посещает… Мы охватим всю область. Да. Классно, как будто удивительно, когда все вы спеваете. Охватывает все области авторской песни. Вот. Поэтому… Прямо при зеленом. И мы захватываем наших участников, объединяем делегации и едем, выступаем, ездим по библиотекам, по фестивалям, по каким-то организациям. Вот недавно я выступал в родной библиотеке на Луатаре для учащихся в своей родной гимназии. Кстати, о библиотеке. Вот совсем скоро, да, у нас есть одна важная информация про одну библиотеку, любимую, я думаю, все минуты чуть позже. Пока, дорогие друзья, хочу напомнить, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня делимся планами на выходные дни и, конечно же, участвуем в нашем конкурсе 34-22-43. Вопрос конкурса на каком музыкальном инструменте? Всего три струны. Диск от Сергея Старикова разыгрываем в прямом эфире, ждем ваших телефонных звонков. И хочу обратить внимание еще на одно интересное мероприятие, которое состоится завтра. 23 марта в 17.00 музыкальный салон музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля приглашает любителей гитарного искусства на концерт нового формата. В белой гостиной дворца, дорогие друзья, выступит молодой белорусский гитарист-виртуоз. Говорят, ему подвластны все эпохи и стили. Вот Сергей Старик вот так, может, головой. Вы, наверное, знаете Ярослава Макарича, да? Он шикарный исполнитель. Ну, если об этом говорит Сергей Стариков, я думаю, это достойно действительно того. Так что, кстати, специальным гостем концерта вроде будет «Васаби» джаз-бенд. Да, это вообще моя одна из любимых групп. Ну что ж, в общем, обещаю, что слушатели ждет какая-то там удивительная импровизация в стиле джаз, там, фанк, латино. Вообще, мне кажется, что джаз и музей, согласитесь, такое необычное такое вот сочетание, да, но в то же время вот насколько это... Очень вкусно. Да, да, вот так вот, действительно, очень-очень вкусно. В общем, я так понимаю, что Вас это мероприятие тоже заинтересовало, так же, как и молодые. Это в нашем стиле, да. В вашем стиле, да. Кстати, ребят, а Вам вообще часто удается путешествовать? С фестивальными поездками часто. А в Румынии бывали когда-нибудь? В Румынии я был в детстве. Сохранили вот эти вот впечатления румынской природы? Сергей, Вам и другим нашим зрителям, кто скучает по захватывающим видам Карпатских гор и загадочным вот этим вот средневековым замкам. В картинной галерее Гаврила Ващенко работает, открылась удивительная фотовыставка из коллекции «Румыния. 100 фотосдымков до 100 годов Великого объединения». Представленная там коллекция фоторабот рассказывает о значимых культурно-исторических, природных, архитектурных достопримечательностях Румынии, которые в том числе внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В общем, если в эти дни, дорогие друзья, вы придете в галерею Гаврила Ващенко, в картинную галерею, то увидите на фотоснимках и средневековые замки, впечатляющие росписью монастыри, величественные деревянные церкви и уютные города с богатой историей. Ну а мы, конечно, сейчас хотели бы вернуться в библиотеки. Я так поняла, что у Вас очень много творческих проектов проходит в наших библиотеках. А часто ли Вы там, ну, обыкновенно книги берете на дом? Бывает такое? Бывает, но не очень часто. Это как-то происходит мимоходом, ну вот так вот, между мероприятиями. Между мероприятиями. Вот я, например, скажу одно. Библиотека имени Герцена в моем детстве сыграла вот большую, большое значение, большую роль. Не знаю, мне кажется, все, что я открыла для себя в детстве, я открыла благодаря маме с папой и вот этим книгам и работникам, библиотекарям вот именно библиотеки имени Герцена. Кстати, дорогие друзья, в эти дни к столетнему юбилею готовится наша любимая гомельская городская библиотека имени Герцена. Итак, что же ждет гомельчан в эти юбилейные дни, мы узнаем у директора библиотеки. У нас на связи Татьяна Власова. Татьяна Савельевна, добрый вечер. Татьяна Савельевна, добрый вечер. Это программа «Добрый вечер, гомель», телеканал «Беларусь-4». Татьяна Савельевна, добрый вечер, рада вас слышать. Добрый вечер, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вы знаете, вот у нас сегодня в гостях Сергей Стариков, я знаю, вы знакомы, Дмитрий Нилов. И вы знаете, вот мы хотим прежде всего поздравить с юбилеем нашу любимую библиотеку. Все-таки 100 лет – это ого-го. И, пожалуйста, вот, если возможно, Татьяна Савельевна, расскажите, какие мероприятия готовите вот в эти дни для своих читателей? Действительно, уважаемые друзья, мы с вами находимся, так сказать, в преддверии юбилея, очень большого юбилея, столетнего юбилея Центральной городской библиотеки имени Герсона. И, конечно же, прежде всего мы хотели обратить внимание всех горожан на то, насколько широко сотрудничество Центральной библиотеки буквально со всеми, скажем так, творческими людьми нашего города и не только. И, конечно же, наши все мероприятия направлены на то, чтобы буквально от мала до велика кто-то нашел для себя что-то интересное вот в эти дни и, собственно, не только дни, а на протяжении всего года, потому что год юбилейный. Но в преддверии этого юбилейного дня, а это 10 апреля этого года, конечно же, мы постарались максимально широко предложить вам все мероприятия, которые будут интересны буквально всем. Ну и первое, что я хотела бы обратить внимание на то, что наши все мероприятия построены, опять же, в плане партнерском. Наверное, многие из горожан знают о том, что при библиотеке уже более 23 лет работает литературно-художественный салон «Встреча за Замковой». А вот очередная встреча в салоне состоится 26 марта, как всегда, в 17 часов. Но он будет особенным. Почему особенный? Потому что мы своим уважаемым гомельским литераторам предложили, и, собственно, они сами проявляли уже неоднократно эту инициативу, сделать посвящение библиотеке в канун юбилея. И в этот вечер в уютной обстановке импровизированного кафе вы сможете встретиться с гомельскими писателями, услышать в авторском исполнении посвящение в библиотеке и отрывки из произведений. Конечно же, мы не забыли о своих маленьких читателях. И 28 марта состоится ежегодный финал ежегодного конкурса городского «Лучший читатель детских книг». Это же, конечно, особая атмосфера веселья, радости и хорошее настроение для всех, кто придет в этот день. И, конечно же, состязания, несмотря на то, что это праздник, но мы с вами будем выбирать лучшего читателя. Я думаю, что стоит прийти на это мероприятие и взрослым, и ребятам для того, чтобы поболеть за своих сверстников, ну а родителям, может, бабушкам, дедушкам порадоваться за успехи своих детей и внуков. Спасибо большое. Татьяна Савельевна, кстати, как работает библиотека имени Герцена вот в эти выходные дни? Она всегда работает в выходной день. Если вы обратили внимание, у нас выходной день в пятницу. Это на протяжении уже многих-многих лет. Для удобства наших горожан мы работаем с 11 до 19 в любой выходной день. Субботу, воскресенье. Пожалуйста, приходите. Спасибо вам большое. Спасибо за эту информацию. Еще раз примите поздравления от нашей программы, от наших зрителей. Вот Сергей Даштариков готов что-то такое. Да, они нам такой шикарный вечер делают. Позвольте, позвольте я все-таки еще одну минуточку. Я небольшой анонс сделаю. Да, конечно. Я хотела сказать о том, что у нас буквально 10 апреля будет проведена церемония, торжественная церемония награждения победителей конкурса, фотоконкурса. Мы его объявили несколько месяцев назад в кадре Герценка. И много горожан, и профессионалов, и любителей приняли участие в этом конкурсе. Мы подведем итоги и, конечно же, наградим самых уважаемых. И откроем красивый вернистаж. Поэтому приглашаем всех, уважаемые горожане, гости на библиотеке, любителей чтения. Смотрите, следите за афишей и приходите к нам. Мы всегда рады вам. Спасибо большое. Действительно, дорогие друзья, вот все подробности мероприятий, вот этих юбилейных мероприятий, посвященных столетию нашей любимой библиотеки, именно Герцена, можно действительно на сайте, по концепту, тоже посмотреть и настроиться на действительно интересное и увлекательное мероприятие. Ребята, я вот смотрю, они так воодушевлены и уверены, что к концу вообще наша сегодняшняя программа, они поменяют свои планы на выходные дни. Кстати, напоминаю, дорогие друзья, каждую пятницу мы строим эти самые планы. Очень люблю это делать в прямом эфире с интересными людьми. А еще люблю получать сообщения от наших зрителей. Вот, например, Ирина сообщает, что они на дачу. Они едут в выходные на дачу, будут открывать сезон, будут наводить там порядки, будут готовиться к теплым денькам. Александр съездит в столицу к друзьям, вот такие планы. Ну, а Леонора говорит, что солнышко выглянуло, хочется на природу, на шашлыки. У Дарьи выходные шопинг и поездка тоже на природу. Ох, смотри, все на природу, да. Елена, ой, какая хорошая традиция в семье у нашей телезрительницы Елены. Каждую субботу ходят с детьми на утренний сеанс в кино. Вот такая вот традиция. Ну, а Тарас решил устроить завтра с соседями велопробег. Так что, действительно, интересные планы. Почему бы нет хорошей идеи, дорогие друзья, можете воспользоваться ими. Я напоминаю, что на «Беларусь-4» прямой эфир, и мы вернемся в студию сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на «Беларусь-4». Сегодня у меня в гостях Дмитрий Нилов, Сергей Стариков. Действительно, это люди очень известны не только нашим зрителям, но вообще не только гомельчанам, я бы так сказала. Я люблю, когда Сергей играет, когда Дмитрий поет или читает стихи. И сегодня вот не только у меня, но и у вас есть такая уникальная возможность. Конечно же, благодаря телеканалу «Беларусь-4». Но еще у каждого из вас есть возможность выиграть уникальный приз. Это диск. Дмитрий, давайте еще раз покажем нашим зрителям. Это диск вот такой вот с песнями Сергея Старикова. И чтобы его получить, надо ответить на очень простой вопрос конкурса. Какой музыкальный инструмент имеет три струны? У нас есть какой-то вариант ответа. Мне подсказывают «Добрый вечер», вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна. Очень приятно. Меня Наталья зовут. У нас здесь Дмитрий, Сергей. Мы очень хотим, чтобы вы выиграли вот этот замечательный диск с песнями Сергея Старикова. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, на каком музыкальном инструменте всего три струны? Ну вот какой-нибудь вариант попробуйте предположить. Возможно, я знаю правильный ответ. Так, какой? Это балалайка? Сергей. Конечно, балалайка. Конечно, балалайка. Да, конечно, балалайка. Мы так хотели вручить первому. Есть варианты, но классические. Но вы выиграли, так что вот теперь будете наслаждаться. Я знаю, как вам подписывать. Мы вам подпишем, Татьяна. Сергей подпишет диск. Вы представляете, вы теперь 12 месяцев будете жить с песнями Сергея Старикова. Каждый месяц своя песня. Кстати, Татьяна, скажите, какие у вас планы на выходные дни? Я буду работать и, скорее всего, вечером пойду в фитнес-центр. Очень хорошие планы. Почему бы и нет? Посмотрите до конца нашу программу. Может быть, вы их немножко откорректируете. Вдруг вам понравятся какие-то мероприятия, о которых мы расскажем дальше. Итак, дорогие друзья, спасибо за телефонный звонок. Сейчас один из важных моментов. Очень действительно интересно, что в эти дни предлагает один из моих любимых культурных учреждений города. Это городской центр культуры, при котором арт-кафе на Ириненской. Расскажите, Дмитрий, какие ожидают нас интересные концерты, спектакли, что еще будет? 23 марта у нас большое событие. Это вечер славянской культуры. Это комплекс мероприятий. Это будет выставка керамического искусства сначала. Это, по-моему, детская выставка, детская керамическая комната. Да, там школа керамического искусства выставляется. И затем будет концерт с участием наших гостей из Брянской области и участниц Народного клуба «Прометей» городского центра культуры ансамбля «Жартовницы». Жартовница. А во сколько вообще эти мероприятия состоятся? Не помните? С 12. С 12. С 12. Начало выставки самой. И с... Да, значит, это уже следующий день. Это 24-е. У нас и концерт с 3-х часов. Так, а 24-е вот мы показываем сейчас. Это будут... Да, вот жартовницы. 23-е разбираются, Абров. Пардон, 13.00, да. Да, 12 выставка, 13.00 в Большом зале концерт. Так, и у нас еще одно интересное мероприятие. Это выступление оркестра городских наших оркестров. Да, 24-е числа в воскресенье. Они тоже готовят. Да, там будут, кстати, на этой выставке, и возвращаясь опять к ней, и гончары работать тоже будут. Мастер-классы. Ну, в общем, дорогие друзья, вот так вот все у нас смешалось. А на оркестрах буду работать я. Да. Сука-режиссера. Ну, вот так вот проанонсировали. Ну что ж, впереди, дорогие друзья, у нас киноафиши еще и театральные премьеры. Начинается... Дело в том, что начинаются весенние школьные каникулы, и Гомельский областной драматический театр приглашает юных зрителей на спектакли. Итак, с 26 по 30 марта в рамках акции «На каникулы в театр» будут демонстрироваться сказки. Начало показов в 11 часов. Итак, что же это будут за спектакли? 26-27 марта «Оленький цветочек», 28 марта «Летучий корабль», одна из любимых сказок, 29-30 марта, ну, конечно же, «Приключения бременских музыкантов». Ну, более вообще подробную информацию о спектаклях можно найти на официальном сайте нашего Гомельского областного драматического театра. Кстати, завтра на сцене нашего драмтеатра звезды российского театра и кино, это уже для взрослых, Анна Большова, Валерий Гаркалин в романтической комедии, да, эти «Свободные бабочки». Я думаю, что много желающих увидеть это еще на сцене нашего драматического. Кстати, а вот «Гомельская труппа» в воскресенье покажет комедию «За двумя зайцами». Ну, продолжая вот эту театральную афишу, хочется еще обратить внимание на молодежный театр. В эту субботу у них, на мой взгляд, любопытнейшая постановка по кавке – это «Повятовый лекар». Ну, а в воскресенье, они же любят удивлять, да, наш молодежный театр, у них такой кухонный боевик, называется «Королева красоты». Кстати, вообще удивляют очень в эти выходные дни все наши учреждения. Например, вот в Лельчицах 24 марта, в воскресенье районный центр народного творчества будет проводить конкурс танцевальных пар исполнителей народно-бытовых танцев. В Рогачеве 28 марта, на следующей неделе, если не ошибаюсь, четверг, пройдет областной фестиваль интеллектуальных игр с названием «Кубок Мидгарда-2019». Ну, а в Добруши, дорогие друзья, в эти выходные дни можно посетить открытый фортепианный фестиваль «Конкурс музыкальное содружество». Вот подробности прямо сейчас в прямом эфире по телефону расскажет организатор конкурса. У нас на связи Ирина Дегтярева, директор детской школы искусств города Добруша. Ирина Леонидовна, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гомель», телеканал «Беларусь-4». Вы знаете, сегодня мы строим планы на выходные дни. Узнали о вашем фортепианном фестивале, который пройдет завтра в Добруши. Очень хотелось бы узнать подробности. Расскажите, пожалуйста, кто его участники, кто может стать зрителями. Да, хорошо, очень приятно. Хочу рассказать о нашем фестивале, который уже у нас стал традиционным. Он проходит уже у нас в третий раз и собирает уже довольно большое количество участников. География нашего конкурса – это не только Гомельский регион, но и юные музыканты, которые приезжают к нам из Российской Федерации. Это ученики и преподаватели детской музыкальной школы города Новозудского. И ребята будут соревноваться не только в сольном исполнении, будут исполнять программы на инструменте, на фортепианах, но и еще в программе конкурса и фортепианные ансамбли. Ну и одним из таких, в общем-то, важных условий этого конкурса было обязательно исполнение пьесы белорусского автора. Так как все-таки 2019 год объявлен Годом Малой Родины, и мы решили, что это будет обязательным условием. И, кстати, вот по просмотре программы, которую нам уже прислали участники конкурса, мы заметили такую деталь, что многие из конкурсантов выбрали в качестве белорусского произведения, именно произведения белорусского автора, автором которого является Екатерина Левченко. Сейчас она преподаватель колледжа нашего гомельского имени Соколовского, а в прошлом это выпускница нашей школы, что вдвойне нам приятно. А вы знаете, она большая подруга участника нашего сегодняшнего эфира, Сергея Старикова-кассов. Вот как мир тесен. Да, Сергей Стариков, это тоже наш земляк, мы знакомы, очень хорошо, то есть, я с тобой его увидел. Скажите, пожалуйста, а вообще это будет закрытый концерт, или участником, в принципе, этого фортепианного фестиваля может стать любой желающий? Ну нет, конечно, это не закрытый концерт. Любой участник, любой музыкант юный, который умеет играть на фортепиано, который учится в музыкальной школе, либо в школе с музыкальным уклоном, либо в студии, может вполне стать участником нашего конкурса. Нет, я имею в виду зритель. Зрителем как стать? Каждый может прийти завтра? Платно, бесплатно? А зрителям? Да, зрителям может прийти любой, кто любит музыку, кто хочет услышать хорошее фортепианное исполнение интересных произведений. Пожалуйста, мы будем рады начала в 11 часов нашего конкурса, и мы, конечно, пользуясь случаем, хотим пригласить всех, кому это будет интересно, это мероприятие. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо, Ирина Леонидовна, спасибо вам большое за эту информацию, хороших вам выходных. Напоминаю, Ирина Дегтярева, директор детской школы искусств города Добруша, рассказала нам об открытом фортепианном фестивале конкурса «Музыкальное содружество», который состоится завтра в городе Добруша. Кто-нибудь из вас играет на фортепиано? Чуть-чуть. Ну, в Добруша замечательный кабинет на рояле. А, ну то есть есть определенный опыт. Ну тогда я предлагаю, если у нас фортепиано нет в кустах, да, как-то у рояля, давайте тогда еще раз на гитаре. Уж очень я люблю, как Сергей Стариков играет, а Дмитрий поет. Или наоборот. А что это будет? Что сейчас услышим? Мы услышим композицию известной группы «Украинская пятница» в моем белорусском переводе. Сергей Стариков перевел на белорусский язык песню. Была презентация на программе «Песни под гитару» у Анатолия Длузского. Первый раз в телеэфирме. Ну и вот у вас второй раз. Отлично, очень интересно. Слушаем. Успытай, не лук. Уявляешь, як давно живу, Собой возьми, и я тебе с собой возьму. Кабу явить, Як снежну снеж не одному бываем. Гляди в мене, Себе стерил мене, Плыви в опошний раз, Твоя вода в моей крови, Сняй и нямы, Неумысно мроем ланцухи над ледянным, Дыханьем роспачи, Дарма крына ведь бераги. Ням, Ваня, 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 Варты, никто и не колит, Коли життя летит анелом, Дождом на ватшах. Ням, Ваня, Ваня, Варты, Ни жалю, ни болю взмрог, Лету тенем потоная, В веселке дождя, Что бьюсь, Дылью цветло на землю. Шар светло-самотно, Погодно люблю, Выше, ниже, Плачешь, я тебе не бачу, Ха, я лова, Ланцугами память заковали Тяжкими, Як голова думок тык, Что за закрытой брамой час Не шкодуем, Як воду морнуем, Все, что мы почуем, Не расскажем им, Тому, что ни Ваня, 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 Варты, Никто и не колит, Коли життя летит анелом, Дождом на ватшах. Ням, Ваня, 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 Варты, Ни жалю, Ни болю взмрог летит, Тенем потоная, Веселки дождя, Что бьют, Дыльют, Свет на землю, Широ, Самотно, Погодно люблю, И тишиня, Твоя растаяла во мне, Як с грайки плыня, Выпадковых, Что у тебя живут на дне, Ни ты, Ни я, Ни я, Ни ты, Никто с нас не разводит, Мост над речкой Не обецал, Ни я тебе, Ни ты не обецал, А мне, И, Так хочется подпевать, Никто и не колит, Коли же цялят си ця нёлом, Дождём на вачах, Не Ваня, 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 Варты, Ни жалю, Ни болю, Смрог лету тенью, Патоная, Веселки дождя, Что бьют, Лепьют, И сед на землю, Шчера, Самотно, Влагодно, Люблю. Что ещё раз подтверждает, что хорошая песня на любом языке звучит хорошо. Ну, это и подтверждает ещё что-то, что вот, например, меня, дорогие друзья, песни Сергея Старикова просто обволакивают. Я не знаю, как мне продолжить прямой эфир. Спасибо, Сергей. Честно, вот спасибо, действительно здорово. Напоминаю, что это программа «Добрый вечер, Гомель». Вот такой он у нас сегодня разный, музыкальный, на телеканале «Беларусь-4». И дальше, наверное, всё-таки мы поговорим про кинопремьеры. Кстати, ходите ли вы в кинотеатры, следите ли за кинопремьерами? Последний фильм какой видели? Последний фильм я видел, посвященный Виктору Цою, называется «Лето» и Майку Науменко. Нас пригласили туда поиграть. И взамен благодарность провели на этот фильм. Мы были прекрасной компанией Славы Кизина и Дмитрия Новикова. И вот в такой рок-н-ролльной обстановке смотрели этот рок-н-ролльный фильм. Замечательный фильм, мне понравился. Ну, а вообще ждёте вы кинопремьеру какую-нибудь, которая сейчас анонсирует что-нибудь есть? Вот я, например, очень жду «Миллиард». Вот этот фильм с Машковым, который, кстати, обещает, по-моему, 18 апреля в Гомеле. А у вас что-нибудь такие есть? Желание увидеть. Я очень ждал «Богемскую рапсодию». Очень ждал. Не разочаровались? Я, к сожалению, не посмотрел в кинотеатре. Но, посмотрев вот хорошую экраночку, которая была выложена, да, конечно, фильм покорил. И та реалистичность, с которой сняты были все эти моменты, да, конечно, что-то удивило, что-то немножко не обрадовало в образе великого. Ну что ж, дорогие друзья, на то и кино, на то и кино, чтобы, да, где-то зацветить, где-то заставить. Но это фильм о гении, это, несомненно, фильм о гении. Почему я могу смело говорить об этом фильме и восхищаться? Потому что в своё время был очень хорошим поклонником группы «Квинн». И не вы один, Дмитрий, поверьте. Ну, а пока, дорогие друзья, я расскажу, что покажут в кинотеатрах завтра и послезавтра. Итак, мультфильмы «Волшебный парк Джун» и «Королевские кирги», а также фантастика у нас будет «Капитан Марвел» и комедия «Трезвый водитель». Вот так вот. Ну и, конечно, дорогие друзья, главная сенсация марта – новая программа в Гомельском цирке. Ведь после всемирно известного клоуна, после дрессированного носорога, после легендарных канатокотцев к нам приехали, наконец-то, аргентинские попугаи, дрессированные еноты, носухи, верблюды. И вы знаете, профессиональный волшебник, известный иллюзионист Евгений Новоселов. И я очень надеюсь, что в одной из наших следующих программ иллюзионист Евгений Новоселов раскроет секрет какого-нибудь фокуса для наших зрителей. Ну, а пока, дорогие друзья, спешим в цирк. Кстати, первое представление «Иллюзии и смеха» состоится уже завтра на манеже нашего гомельского цирка. А еще завтра в Гомеле гуканье весны. Если кто забыл, этот древний белорусский обряд был очень популярен у наших предков. И, дорогие друзья, если вы желаете позвать весну обрядовыми песнями, устроить танцы, например, под гармонь, приходите завтра, 23 марта в 12 часов дня на набережную реки Сош на площадку возле здания филиала Ветковского музея. Итак, есть еще несколько интересных сообщений от наших зрителей, как они собираются провести выходные дни. Вот уже Ольга и билет в кино купила на «Капитана Марвела» собираются с семьей. Ульяна делает в это воскресенье тату. Ульяна, спасибо за откровенность, удачи вам. Степан. А, Степан говорит, что арт-кафе – удивительное место встречи уникальных людей. Спасибо большое. Посещать полезно такие встречи, считает Степан. Спасибо коллективу за интересные проекты. А вот Илья пишет музыку. Так, это вопрос. Ищет автора слов и спрашивает, не могли ли бы наши гости в студии мне посоветовать интересного поэта в Гомеле, который работает с молодыми музыкантами. Спасибо, Илья, вам за этот вопрос. Кстати, что ответим? Вот он перед вами. Действительно, работаете с молодыми музыкантами? Ну, да, как вариант. Ну, конечно, можем подсказать. У нас есть автор. Нужно обращаться спокойно к Дмитрию Нилову. К минимуму, да. То есть найти очень легко, поэтому, Илья, да, вперед. Ну, мне вообще интересно, ребята, изменились ли ваши все-таки планы к концу нашей сегодняшней программы? План на выходные дни. Может быть, что-то вас заинтересовало, и вы все-таки немножко корректируете с воскресенья? Если останется время после работы, то я бы хотел на мультик сходить. На мультик? Ну, не сам с сыном. Ой, Сергей Чудов. Не знаю, получится ли. Дмитрий, что-нибудь у вас появилось? Ну, вот я прокомментирую Сергея, да, Сергея заражают не только в хорошем смысле переводы, но и его ребята, девочка и мальчик. Поэтому все-таки, да, наверное, на мультик. Скучает, а не в санатории. А после насыщенного дня 23-го, наверное, субботы, мы все-таки посвятим, наверное, ну, по крайней мере я, природе, наверное, более такому домашнему досугу, уюту. Вот, потому что следующая неделя у нас насыщенная. То есть набираться будем сил на природе. Да. Ну что ж, желаю хороших выходных, спасибо вам большое за этот вечер. Дорогие друзья, мы выбрали сегодня самое интересное, на наш взгляд, варианты для вашего отдыха и досуга на ближайшие выходные. Конечно же, рассказали об этом в нашей программе. Но есть одна очень важная информация для всех телезрителей телеканала «Беларусь-4». Дело в том, что в преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков наш телеканал начинает показ документального цикла о малоизвестных страницах истории съемок самых популярных военных кинолент производства киностудии «Беларусьфильм». И уже вот каждую пятницу, начиная с сегодняшнего дня, после «Доброго вечера» вас ждут кинометры войны и, конечно же, один любимый военный фильм. Сегодня, дорогие друзья, вы увидите знаменитую картину в августе 44-го. Но перед показом у вас есть уникальная возможность узнать о том, как все-таки снимался этот фильм, что осталось за кадром и какой вообще была дальнейшая судьба этой картины. «В этом лесу убили Лешку Басоса. Лучшего парня на земле. Когда это? Месяц назад. Еще до тебя. Какая радость вот всегда. Как только он появлялся, ну вот солнце всходит и все. Вот солнце, улыбнулся. Солнце. То есть похоже на солнце было. Рыжий. Большой. Слава этой картины, которая существует по сей день, и она еще будет существовать. Потому что каждый 9 мая какой-то из каналов картины обязательно показывают. Я думаю, что это ценнее, важнее для всех, в том числе для Михаила Николаевича. Самая большая награда. Дорогие друзья, ну что ж, мы желаем вам приятного просмотра и хороших выходных. Кстати, «Добрый вечер, Гомель» на этой неделе можно посмотреть. И в субботу завтра, 23 марта, в привычное время разговор пойдет о водных ресурсах Гомельской области. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Это была еще одна программа. «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынецей вот с такими удивительными гостями. И до новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова